Игра Я буду вам петь разные песенки на слог ля-ля-ля, а вы должны будете вспомнить слова этой песенки и из какого она мультфильма, ну хотя бы слова, можно и так. Ну что, слушайте внимательно, приступим. Ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, догадались? Конечно, ребятки. Этой песенкой я на солнышке лежу. И у нас даже есть герой этой песенки. Левушка, да? А как же назывался муртик, в котором мы слышали эту песенку? Правильно. Как львенок и черепаха пели песню. Все очень просто. Хорошо. Слушаем дальше, ребятки. Ля-ля-ля... Ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля. Музыканты из мультфильма «Бременские музыканты». Молодцы! Слушаем дальше. Музыканты из мультфильма «Бременские музыканты». Музыканты из мультфильма «Бременские музыканты». Узнали? Это наш маленький Чебурашка со своей песенкой из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена». Идем дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Так. Узнали? От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется. Именно эта песня. Из какого же она мультфильма, ребята? Крошка-енот. Конечно. Идем дальше. Ла-ла-ла. Все наверняка узнали. Это песенка Антошки. Такой ленивый мальчишка. Да, ничего не хотел делать. Но хотел, конечно, кушать. Но ребята его проучили. И мультфильм так и называется. Антошка. Хорошо. Слушаем дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Песенка крокодила Гены, друга нашего Чебурашки, да, из мультфильма Чебурашка и крокодил Гены. Хорошо. И последняя песенка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Так, узнали? Дружба крепкая не сломается, Не расклеится от дождей и в юг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Вот и закончились мои песенки, которые я для вас приготовила. Но теперь, ребятки, я вас знаете о чём попрошу? Я хочу, чтобы вы тоже спели песенки и прислали нам, воспитателям или мне, и своим ребятам, конечно, тоже, чтобы мы все дружно угадывали, какую же песенку вы загадали. Я думаю, что это будет очень интересно и очень-очень здорово. Поиграем вместе? И снова здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Теперь я предлагаю вам поиграть ещё в одну игру. Называется она мульти-пульти-викторина. Я буду задавать вам вопрос, а вы на него будете давать свой ответ. Поехали! Какие слова мышам говорил кот Леопольд? Угу, правильно. Ребята, давайте жить дружно. Здорово! Поехали дальше. Назовите имя друга крокодила Гены. Легкий вопрос, правда? Конечно, это Чебурашка. Как звали вредную старушку, которая везде ходила со своей крыской Лариской. Да, ребятки, это старуха Шапокляк, которая делала столько пакостей, что крокодил Гена и Чебурашка от неё устали. Идём дальше. Назовите название мультфильма, главную героиню которого зовут Маша. И с ней часто случаются разные истории и приключения. Конечно, это мультфильм «Маша и Медведь». Главный герой этого мультфильма – деревянный мальчик, выструганный папой Карла из полена. Как звали этого мальчика, ребята? Конечно, это Буратино. Здорово! Кем были герои мультфильма, которые пели песенку, лёжа на песке со словами «Я на солнышке лежу» и «Я на солнышко гляжу»? Это львёнок и черепаха, правда? Здорово! Идём дальше. Назовите имя Медведя, который любил поесть мёд, дружил с пятачком и кроликом. Ну, конечно, это Винни-Пух, наш любимый толстенький Винни-Пух. Герои этого мультфильма – осёл, петух, пёс, кот – были изгнаны своими хозяевами. Все они отправились путешествовать, куда глаза глядят. Какой же это мультфильм, ребятки? Конечно, «Бременские музыканты». Мы его все очень-очень любим. Хороший мультфильм. Так, и последний вопрос нашей викторины. В каком мультфильме одним из главных героев был дядя Фёдор? Конечно, ребята. Это мультфильмы про деревню Простоквашино. «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино». Замечательно. Ребятки, вы прослушали вопросы и дали на них свои ответы. И, наверное, заметили, что каждый вопрос относился к какому-то мультфильму, в котором герои поют очень красивые, замечательные, добрые песни. Я предлагаю вам спеть какую-то из этих песенок, которые были в наших вопросах, и записать её на видео, чтобы потом всем вместе слушать, радоваться и заряжаться отличным настроением. Попробуем? Желаю удачи! Ждём от вас видео. До новых встреч, ребятки! И снова здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Теперь я предлагаю вам поиграть ещё в одну игру. Называется она «Мультипультивикторина». Я буду задавать вам вопрос, а вы на него будете давать свой ответ. Поехали! Какие слова мышам говорил кот Леопольд? Угу, правильно. Ребята, давайте жить дружно. Здорово! Поехали дальше. Назовите имя друга крокодила Гены. Легкий вопрос, правда? Конечно, это Чебурашка. Как звали вредную старушку, которая везде ходила со своей крыской Лариской? Да, ребятки, это старуха Шапокляк, которая делала столько пакостей, что крокодил Гена и Чебурашка от неё устали. Идём дальше. Назовите название мультфильма, главную героиню которого зовут Маша. И с ней часто случаются разные истории и приключения. Конечно, это мультфильм «Маша и Медведь». Главный герой этого мультфильма – деревянный мальчик, выструганный папой Карла из полена. Как звали этого мальчика, ребята? Конечно, это Буратино. Здорово! Кем были герои мультфильма, которые пели песенку, лёжа на песке со словами «Я на солнышке ляжу, я на солнышко гляжу»? Это львёнок и черепаха, правда? Здорово! Идём дальше. Назовите имя Медведя, который любил поесть мёд, дружил с пятачком и кроликом. Ну, конечно, это Винни-Пух, наш любимый толстенький Винни-Пух. Герои этого мультфильма – осёл, петух, пёс, кот – были изгнаны своими хозяевами. Все они отправились путешествовать, куда глаза глядят. Какой же это мультфильм, ребятки? Конечно, «Бременские музыканты». Мы его все очень-очень любим. Хороший мультфильм. Так, и последний вопрос нашей викторины. В каком мультфильме одним из главных героев был дядя Фёдор? Конечно, ребята. Это мультфильмы про деревню Простоквашино. «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино». Замечательно. Ребятки, вы прослушали вопросы и дали на них свои ответы. И, наверное, заметили, что каждый вопрос относился к какому-то мультфильму, в котором герои поют очень красивые, замечательные, добрые песни. Я предлагаю вам спеть какую-то из этих песенок, которые были в наших вопросах, и записать её на видео, чтобы потом всем вместе слушать, радоваться и заряжаться отличным настроением. Попробуем? Желаю удачи! Ждём от вас видео. До новых встреч, ребятки! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, родители! Сегодня я хочу позвать к экрану самых-самых маленьких ребятишек, чтобы с ними поиграть. А игра у нас будет, в принципе, знакомая и всеми ребятами любимая. Мы сегодня поиграем в игру «Угадай, животное». Всё очень просто. Я играю на фортепиано, а вы угадывайте, кто это идёт. Хорошо? Давайте послушаем. Угадали, кто это? Конечно, это зайка, ребятки. И музыка прыгает вместе с ним. Слушаем дальше. Догадались, кто это? Конечно! Это большой тяжёлый медведь, который идёт, раскинув свои макки. Слушаем дальше. 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 Кто может так идти, ребятки? Я думаю, что это может быть серый волк. Он аккуратно идёт и переступает своими лапами. Послушайте дальше. Догадались? Это хитрая лисичка. Вот она идёт, хвостиком виляет, лапками перебирает. Хорошо. Слушаем дальше. Как вы думаете, кто это может быть? Птички, ребятки, да? Они летают и машут своими маленькими крылышками. Вот такая игра. Вспоминайте, как мы в неё играли в нашем любимом садике. И никогда не забывайте. Спасибо за внимание, малыши. Здравствуйте, уважаемые родители. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня я предлагаю вам поиграть в очень интересную, занимательную игру, в которую могут играть и взрослые, и дети. Для игры я взяла то, что было в моём холодильнике. Это яблоки и морковь. Но вы можете пофантазировать и взять что-то своё. Сегодня мне будет помогать моя дочка Людмила. Ну что ж, начнём. Начнём. Субтитры сделал DimaTorzok А вам понравилось, ребята? Записывайте свои варианты игры и присылайте нам. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok